Перечь репутацию, быть простым, скромным и честным. В Министерстве труда России разработали кодекс этики для госслужащих. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Основные принципы работы госслужащих установят в новом кодексе чести. Министерство труда России займется разработкой соответствующего постулата для чиновников. В документе будут прописаны основные правила поведения госслужащих на работе. Среди них гуманизм, патриотизм, честность и социальная ответственность, а также добросовестность и объективность. Стоит отметить, что необходимость принятия такого кодекса обсуждалась еще в 2010 году. Но тогда специалисты сошлись во мнении, что документ будет носить лишь осведомительный характер. Сейчас его разработкой займутся квалифицированные сотрудники Министерства труда. Специалисты Министерства строительства страны подготовили закон об обязательном лицензировании похоронных агентств. Согласно новому документу, все ритуальные фирмы должны иметь законное разрешение на свою деятельность. Такая инициатива связана с участившимися случаями некачественного предоставления этого вида услуг. Если закон будет принят, то после прохождения лицензирования похоронные агентства будут обязаны следить за содержанием места погребения. В новом законе также появятся требования к оказанию ритуальных услуг, а также нормы использования брошенных могил. Список запрещенных к ввозу в Россию продуктов увеличится. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны. Согласно поправкам, под запрет попадет ряд продукций из стран, недавно присоединившихся к санкциям против России. В их числе Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина. Ранее также обсуждалась вероятность поддержки санкций ЕС со стороны Грузии, но в последний момент страна отказалась от инициативы Запада. Запрет распространяется на такие продукты, как мясо, колбасы, рыба, молоко, овощи и фрукты. Кроме этого, ужесточаются правила ввоза в нашу страну без лактозной продукции. Теперь на них необходимо предъявлять сертификат, как на лечебно-профилактические средства. Тем временем президентский закон об уничтожении попавшей под санкции продукции вызвал волну возмущений в сети интернет. Так, на портале Change.org были собраны почти 200 тысяч подписей под петицией за отмену этого указа. В замену уничтожению продуктов предлагается их передавать нуждающимся ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Стоит отметить, что такую идею уже поддержали некоторые депутаты Государственной Думы.